Да, конечно, как я уже писал, в нашем магазине более 10 тысяч наивания товара, также компания уже на рынке существует 22 года, и в чём суть работы будет состоять, нужно будет подавать объявления в контакте, в инстаграме. Вас устраивает? Ну вот, мы дадим всем материал, у нас есть полностью инструкцию, как создавать аккаунты, чтобы выкладывать рекламу. Ну и тут будет всё зависеть, сколько у вас времени на это есть, в день или 3-4 часа, если будет выделять, как бы хорошо, если больше, то ещё лучше. Вы раньше с компанией были знакомы с продуктами? Нет. Ну, могу вкратце объяснить, что, как говорили, у людей есть лишние минования. Это и одежда, и косметика, и для химии, и для посуды, и для ванны, стиральные порошки. Как бы качества очень хорошие, цены приемлемые, ну, люди как бы очень довольны. И в чём ещё суть? Мы создаём товарооборот в магазинах. Мы как бы меняем, ну, повседневный магазин на свой магазин. Начинаем покупать, ну, всё, здесь и от этого складывается группа. У нас, чем больше людей сами для себя берём, кто-то кому-то продаёт, и с этого получаем потом уже проценты. Угу. А если я ответила, что даст компания знакома, это косметика? Да, ты говоришь, ну, нет, ну, не только косметика. Может быть, вы давно сталкивались с компанией, но сейчас очень расширены, вплоть и одежду у нас, и питание, и, как говорится, и химии. Ну, полностью ассортимент более 10 тысяч на воде. В производстве, как в России, в Италии находятся, парфюм французский, во Франции под названием этот бренд. Угу. А суть работы-то в чём? Суть работы, ну, нужно будет подавать рекламу, и очень много рекламы. Чем больше рекламы подаёте, тем больше людей будет зарегистрироваться. Чем больше людей зарегистрируется, соответственно, ну, будут производить покупку или, ну, захотят работать, ну, как вы, например, сейчас, от этого будет выложен охоте. зарегистрироваться. Угу. А какая у вас зарплата? Ну, зарплата у нас, я объясню, у директора зарплата 47 тысяч рублей. 47 тысяч рублей – это 3000 баллов. Ну, соответственно. Что? 41. Сколько всем же написано? 41. Ну, 41. И, соответственно, всё зависит от этого, сколько вы захотите для себя зарплату. Угу. Если вы будете в денью сидеть, говорится, там, зашли-вышли, но когда вы, может быть, для себя сделаете выгоду, потому что будет кэжбэк вам на средние проценты, но для себя будет удобно. А если захотите активно работать, то поработайте усердно, потом уже будет посильный доход. Угу. У вас ещё какие-то вопросы есть по поводу работы? А делать-то что надо? Делать, создать аккаунты в соцсетях и активно давать объявления рекламу. Это именно не продажи, а подача объявлений рекламы. Вы не бегаете, как раньше, может быть, в двух этих журналах, там кому-то что-то продавать. Тут не нужно. Тут воздаёте объявление, кто хочет работать. Кто захочет работать, также потом объясните всю информацию, дадите, как я вам. А кто не захочет работать, они, как правило, для себя потом покупают. Ну, самое главное, что ещё? Отважность, в принципе, не требуется ничего. Не нужно, как там в Арифлееве или где-то, что сделать обязательно на покупку, на какую-то сумму. Здесь совершенно бесплатно. Начнёте, ну, это бесплатно. Понравится? Понравится. Ну, сможете, сможете. Вот вопрос всегда поможет. У нас общий чат есть, где все директора находятся. Всегда можно задать вопрос, как мне, так как, вышестоящему моему наставнику. Все работают по команде, друг друг помогают. У тебя всё? Что? У тебя всё? У меня всё? Что вы спросили, ты ответил? Ну, задавайте вопрос, что вам непонятно. Ну, смотри, сразу корректировки перейдём. Ну, то, что это мужской голос, это уже воспринимается хорошо, да? Сам голос, спасибо. У тебя уверенный тембр хороший, да? Вот. У много пауз в разговоре. То есть, в эти паузы людям приходят в голову каверзные вопросы. То, что ты ещё не дорассказала, они спросят вперёд. Вот. Потом ты сам вопросы мне вообще не задавал. Ты не спросил, сколько у меня детей, чем я занимаюсь и так далее. Это в самом начале спрашивается. То есть, в принципе, мой текст собеседования, пример, он вообще другой, по сути, да? Ты из всех этих блоков дёрнул по три слова, а полностью не говоришь. Вот. Значит, смотри, ты сразу спрашиваешь о компании, да? Говоришь. Не спрашиваешь, говоришь. Ну, что говорю? Не раз слышал, мне было это слышно. Ты вот начал, ты сразу говоришь о компании, да? Сразу. Только трубку взял. Подожди, Катя. Подожди, не слышу. Что-то пересел в другое место. Угу. Еще раз, море. Сразу о компании говоришь. Вот, это не нужно. Нужно сначала познакомиться. Алло, слышно? Познакомиться нас сначала. Вот. Потом ты говоришь сразу о компании, не сказал, с какой целью ты говоришь о компании. То есть, я говорю о компании, что у нас самые продаваемые. Ты же говоришь, с целью того, чтобы она узнала, что у нас самая продаваемая, да? То есть, я говорю, хостовары, ну, бытовая химия, нижнее белье, одежда. Вот. Потом, значит, ты говоришь подавать объявления. Потом спрашиваешь, вас устраивает? Ну, у тебя человек уже написал, уже данные дал, да? Ты его спрашиваешь опять. Не знаю. Вас устраивает? Вообще, фразы вообще надо убрать навсегда и все подобные фразы. Просто ты работодатель? Прикинь, пришел ты там устраиваться в Сибербанк или Газпром, и тебя директор вдруг спрашивает, который собеседование ведет, спрашивает, вас устраивает? Да, это наоборот должно быть. Тот человек спрашивает, я вас устраиваю? Это он должен тебя спрашивать, а не ты его. Дальше. Ну, у меня сейчас, наверное, якорь стоит, вот я сейчас понимаю, ну, сетевой бизнес, который, ну, сейчас скажу, и все, ну, там сразу, ну, отмахиваются, бьют бета. И вот это, наверное, якорь мой стоит, что я начинаю объяснить человеку. Ну, если так задавать вопросы, это даже компании неважно. Я понял, я просто сейчас имеется в виду, ты мне объяснил, и я это понимаю, я это уже не понимал. Поэтому я объясняю. Сейчас я сам просто понял, откуда у меня... Это просто корону на голову одел и... Алло. Алло, слышно? Да, чувствую. Корону на голову одел и более наглым себя надо чувствовать. Вот смотри, я могу себя нагло чувствовать и на трех процентах, и на шести процентах, да? И не важно, там, на директор я или нет. Если я разговор вести умею... Ну, я в любом случае скажу, что я директор, я скажу, что я там вчера работал. Ну, я звоню, я вообще никому не говорю, кто я. Я говорю фамилию и имя свое, и говорю, сейчас я вам объясню, я ваш наставник, сейчас я вам объясню методы подачи рекламы и зарплаты наши. То есть можно даже сразу человеку озвучить, что ты ему сейчас объяснишь. Ага. Ага. Вот. Потом, значит, ты говоришь, если у вас есть 3-4 часа, во-первых, это у тебя было написано в объявлении, да? Ага. Во-вторых, что значит, если тебе человек пришел на работу устраиваться, ты ему говоришь, если у вас есть 3-4 часа, ну, это как бы, можно сказать, что желательно не менее 3 часов в день. Вот так можно сказать. Дальше ты говоришь про продукцию, ну, там все правильно говоришь. Потом тут же ты еще не объяснил методы подачи рекламы, ты еще не объяснил зарплаты, ты говоришь про смену магазина. Это в самом конце мы говорим. Если человек уже там что-то в курсе, уже был в разных компаниях, мы можем это еще вначале сказать, да? Если он сам говорит, я пришел с Арифлейма, там ля-ля сам все расскажет, кто пришел с Арифлейма, они все все сами расскажут наперед, да? Вот, и пожалуются на него. Там мы можем сказать про смену магазина, но они и так это понимают, в принципе. Вот, это мы говорим в самом конце. Так, сейчас я стрелку поставлю, потом это еще раз вернемся. Потом я тебя спрашиваю, ну, если бы я сказала, что косметика, да, это? Ты говоришь не только косметика, то есть ты споришь с человеком, а нужно с ним согласиться, сказать, да, косметика была 20 лет назад. Вот, а ты с ним, получается, споришь. Он говорит, нет, по сути, вы не правы, это не косметика, да? Все, что дальше ты споришь, человек мозг так устроен, он не воспринимает. Вот, а ты ему скажи, да, была косметика, вы правы, 20 лет назад, сейчас ассортимент другой, и перечислил, да? Если ты его как-то перечислил, что... Ну, вот ты вот задом наперед все пункты перепутал, потом ты говоришь про 10 тысяч наименований, ты три раза говоришь. Три раза ты дополнял. Дальше пауза у тебя, да? Поэтому я тебя спрашиваю, в чем суть работы опять, да? Потом, если ты опять паузу делал, я тебя буду спрашивать про зарплату, например. Мне же надо что-то спросить, что молча телефон, да? Потом ты говоришь регистрировать. Люди не знают, что такое слово регистрировать. Ты объясняешь, что чем больше у вас там регистраций. Потом говоришь про 3 тысячи баллов. Человек вообще не знает, что такое балл. Ну, да, да, я понял. Про баллы вообще не упоминай. Ты переводи в рубли. Ты скажи, 300 тысяч рублей товарооборот. Ваша зарплата 41 и премия от 55. Но так у человека 300 тысяч в голове, ну, непонятно. 41, может быть, для него это нереальный потолок. Ну, в смысле, не потолок, нереальная сумма, да? У него может 15 в голове сидит. А у кого-то может в голове сидеть 100 тысяч, например, да? Поэтому я для этого говорю, что если товарооборот 2 раза меньше, то зарплата 2 раза меньше. Если в 5 раз больше, то в 5 раз больше. Он уже даже сам посчитает свою зарплату, и тебя про твою никогда не спросит в жизни. Вот. Потом до этого еще, до зарплаты я говорю, что такое товарооборот. Люди не понимают слово товарооборот, понимаешь? Что значит вот товарооборот? Он же пришел, не понял ничего еще. Я, то есть, объясняю. В Инстаграме зарегистрировали 100 человек. Они там еще 200, кто-то из них зарегистрировал. Вам компания платит за 300 человек. То есть это товарооборот вашего магазина. Вот тут до него доходит, да? Как ты двухлетнему ребенку бы объяснял. А вот то, что ты сейчас это объяснил, двухлетний ребенок бы ничего вообще не понял. Потом ты говоришь пассивный доход. Ты видел, у нас в чате люди, которые уже давно зарегистрированы, не знают слово пассивный доход. Они говорят, ну, в чате, в отчеты. Не знаю, видела, нет? Пишет один. Я тоже пассивчик, ничего не делаю. Я пишу про пассивный доход. Люди, понимаешь, не знают. То есть нужно объяснить. Я же им объясняю, что я уехала путешествовать, или вдруг мне вздумалось заболеть, или уехать и вообще ничего не делать, то моя зарплата все равно придет, и, может быть, даже больше прийти. И объясняем, почему. За счет постоянных клиентов. То есть вот у нас уже тысяча, допустим, человек. Они все постоянно. Всем хоть товары нравятся. Компания, всем там вечно подарки, акции. Ну, и за счет этого все постоянные. Ну, и продукции все там в восторге. Вот. То есть объясняем, почему. Потому что самого понятия в сетевом пассивный доход, в принципе, не существует, да? Все равно как-то ты там... Ну, в принципе, я уже здесь понял, что в твоем вообще пассивного дохода нет. Угу. Как пассивный доход? Пассивный доход, правильно. Как ты говоришь, можно отлучиться, ничего не делать, тогда тебе будет пассивный доход. Но если ты вообще ничего не будешь делать, потом его и не будет. Да. Но здесь просто есть для тех, кто вот полгода вообще не работал, есть минимальная норма, да? Для директоров. Что пять новичков за полгода, и хотя бы если один постартовый из них пойдет за полгода, то там пятьсот баллов он должен сделать. Ну, или один, или все вот эти пять новичков или больше. Ну, мы-то регистрируем каждый день, да, в принципе. Поэтому для директора пять новичков это вообще не проблема. Но вот определенная минималка все равно есть условия для директоров. Ну, я понял, да, какое-то время можно. Ну, конечно, там смешной этот лимит, да. Ну, вот так сто процентов сказать, что прям забросил, и тут пять лет вообще не появлялся, да, такого нету нигде. Вот, компания тоже не дураки какие-то там все равно вводит. Ну, в Арифлейме там вообще нет пассивного, там аж отрыв семь с половиной тысяч баллов от другой ветки постоянно должен наверстывать, да, там вообще это невозможно выполнять. Вот, там, конечно, действительно условия ужасные. Вот, но это новичкам не говори, да, это я тебе объясняю. Вот, дальше ты говоришь создать аккаунты. Люди вообще боятся создать аккаунты, они это не умеют, понимаешь? Они сто лет назад создали свой ВК там, и все. Или кто-то им вообще помог. А ты так говоришь, нужно создать аккаунты. Ага. Это слово пугающее. Надо же сказать, что по инструкции мы открываем, если человек задает вопрос непонятно, даже объясняю, что там секретный метод, и все прямо текстом расписано, и прямо даже видос есть куда тыкнуть, все, человек успокаивается, что аккаунты открыть легко, и вопросов у него не возникает. Вот ты говоришь, что сдать аккаунты. Это все равно, что вот сказать... По факту не легко. Это все равно, что сказать человеку, что сейчас ты должен открыть магазин. Вот, настоящий, да? А что такое открыть магазин? Вроде тебе все понятно, да, открыть магазин, что такое? Аренда, зарплата, вот это все, это нереальный процесс людям представляется, да? Вот то же самое с открытием аккаунта. Потом говоришь, как в Арифлейме. Не помню, что записала слово, как в Арифлейме. Но если человек не был в Арифлейме, зачем сравнивать с Арифлеймом вообще? Арифлейм воспринимают как ругательное слово, в принципе, да? И смысл с ним вообще сравнивать и что-то про него говорить. Если человек был в Арифлейме, он тебе сам об этом расскажет. Причем очень подробно. Вот. Ты можешь вначале спросить, что там пробовал, лучше объявления размещать какие-то. Вот, я так еще спрашиваю. Потом про зарплату. Ну, про зарплату я тебе уже там сказала, что нужно подробно ее обсудить. То есть, блоки такие, значит, ну, блоки разговоров. Первый блок познакомился и про продукцию рассказал. Второй блок, значит, говоришь про методы подачи рекламы. Третий блок тут же без паузы говоришь про зарплату. Может, в самом начале разговора, если пауза у тебя все-таки есть, сразу сказать, что сейчас я вам расскажу методы подачи рекламы и зарплату. И после всего этого ты уже говоришь, о, кстати, вам вообще-то тысяча на счету там лежит. Вот. Нужно ее потратить, чтобы первый раз компания такое сделала. А про смену магазина объясняем, что вот товароборот, допустим, сделали несколько тысяч людей там. Всякие там есть и продают, и себе берут, и работают в интернете. То есть, у нас всякие люди у них будут. Вот. Но зарплату он не заплатит человеку за то, что он купил себе чай. Так уже и говори ему. То есть, ты как бы ему противоречишь, можно сказать. Он еще ничего не спросил. Ты говоришь, что закупки не делайте. Вот. Ну, а ты ему, можно сказать, запретил делать, по сути, заказы, да? Ну, люди же любят это. Всегда возражать в крови у них. Вот. Ты им говоришь, не нужно ничего закупать. Много вообще себе не покупайте. Вот так ты говоришь. Ну, конечно, там что-то основное, что попробовать, знать основу продукции. Ну, там чем сами пользуетесь? Чай там. Ой, что еще? Порошки там, посуду мыть, такое средство, да? Это, конечно, мы и сами там себе берем, потому что и цены ниже, да? Но говорим, это привносим, ну, это копеечка в море по сравнению с тысячами людей в интернете, да? Зарплата идет там. Но здесь мы, конечно, привносим свой копеечку в свой товароборот. Вот приуменьшаем значимость и говорим, как копеечку. Вот каждая фраза же не случайно составлена. Она определенным образом выстраивает, чтобы человек сам до всего додумал и дошел правильно. Я же не просто так вот говорю, что просто что-то сказать, какие-то там фразы дернуть, отсюда, отсюда. Каждая фраза же построена специальным образом и объясняет, почему так, разжевывает подробно, ну и все. А дальше уже он обучение один получает, там конкретно просто как открыть аккаунты. Если вот этот созвон не провести, он ничего не поймет вообще, в этих чатах не поймет он ничего и будет спрашиваться, что он делает. Подожди, а как заканчиваем мой созвон? Созвон заканчиваем. Телеграм, значит, вы скачали на этот номер? Человек говорит, да, на этот номер. Или сейчас я вам вышлю другой номер. Ну, у кого две сим-карты, да? Вот. И все, говоришь, сейчас я вам вышлю обучение. Обязательно в конце говоришь, что сейчас я вам вышлю обучение. Ну и придачу к обучению я оставляю еще голосовое, где объясняю, что за канал, что там делать и какой из этих каналов вообще ей нужен прямо сейчас. Вот и все. То есть я говорю, сейчас прямо я после разговора вам вышлю обучение. Вот. Ну да, как бы подтвердила, что разговор закончился. Да, ну и то, что ты ей что-то бесплатное сейчас вышли, что она убедилась, что действительно обучение бесплатное. А не то, что сейчас ты у нее попросишь 100 тысяч рублей за обучение. Вот. Смотри, а ты говоришь, что мужчина, голос приятный, все хорошо, ты же надо сразу спросить, у нее сколько там детей, а может надо сразу еще спросить замужем, не замужем? Ты вообще женатый, что тебе это? Нет. А при чем тут муж? Меня вообще как-то... А если она в декрете, сидит еще и без мужа. Ну и знаю, я не спрашиваю про мужа, я спрашиваю только про детей, чтобы сказать, что у них эти... Ну, что вот для детей тут есть много чего, раздел для детей там посмотрите. Но как правило говорят с детьми, что я уже все посмотрела, да, там есть для детей, мне там понравилось уже. Я поэтому и говорю, что в личный кабинет зайдите и мне отпишитесь. Если она как бы в течение суток не заходит, я пишу, зашлось у вас в кабинет, тогда они уже пишут, что да там. Или они там, не знаю. Ну ладно, понятно. Ну смотри, все все равно очень тяжелое. Как бы мне объяснило, даже я себя дураком не считаю. И то я вижу, что я сейчас чуть-чуть более-менее начинаю что-то понимать, что это как и что это не так все такое просто. Ну я тоже не считаю тебя дураком. Нет, я просто объясняю, я сейчас других людей ставлю. Вот я сколько с ними разговариваю, я слышу разговор, я просто понимаю, что мне трудно, а им будет труднее. Ну, а им еще труднее, да. Поэтому надо разживать так, как будто ты представь с двухлетним ребенком их, товарищ. Нет, я понял. Ты подожди, это я понял. Но суть все равно, у них это так все не получится быстро. И будут ли они работать или не будут. Работать-то совсем единицы будут. А как они будут работать? Будут работать только те, кто уже побывал в подобных компаниях, типа там Арифлейма, да? Ну. А эти, а с этими, а эти тогда нам ничего. А те, которые совсем новички, вот им и надо объяснить суть правильно и понятно, чтобы они поняли. Нет, подожди. Я сейчас понимаю, что я просто понимаю то, какой процент из новичков, которые вообще начинают работать. Один из ста. Ну, почему? У новичков всегда треть. Это вот я, когда начинала, я же им даже не объясняла ничего. Я им простыню высылала дерганую с интернета. Сдернутую, да? Вот. О сути работы. Там была прописана вот эта смена магазина. Рекрутируем, значит, аккаунты. И как я, приглашаем вас. Вот так там было все написано. Все. Я человека кинула. Но я все равно на директора вышла. А потому что... Не знаю. Как ты за два месяца могла быть на директора? Еще не понимаю. А потому что я вот за неделю, например, с пятнадцати процентов вышла на двадцать три сразу. Это два раза товароборот увеличился за неделю. Потому что я всем написала. Морковку у всех. Пять морковок я строила. Я всем написала. Ты сразу начала пять морковок делать? Да. Но у меня две завалились. Потому что осталось три морковки. Потому что две я не успевала везти. В итоге три. Не, ну так чтобы начать пять морковок и сколько надо клиентов? Ну, у меня было первые десять дней. Сто регистраций. Ну, как это так может быть? Ну, я писала тем, кто по резюме. Кто подал в интернете резюме. Хотят подработку. Я всем писала сто двадцать пять сообщений в день. У меня был лимит смс-ок. Я смс-ки писала. Вот. У меня такого терпения вообще. Я писала двойное смс. И у меня в телефоне был суточный лимит смс двести пятьдесят штук. В Теле 2 есть такая услуга. Там выходит семь тысяч пятьсот смс-ок в месяц. Девяносто рублей всего. Услуга. Это не какой-то пакет. Это нужно отдельно спрашивать. Это прямо она называется услуга. И она нету ее ни в пакетах, нигде, а вот в разделе непонятном услуги. Да? В который никто не заходит. Вот. И там в Теле 2 до сих пор она есть. Эта штука. Ну, смс-ки уже не актуальны. Сейчас-то ватсап появился. Это у меня кнопочный телефон был вообще. Наверное. Вот. А у тебя кто наставник? Янина Ирина. А этот... У нее Олеся, Олеся, у Олеси Руслан. А как ты попала с Русланом в этот... Как бы в этот... В лимузию? Ну, мы же ездили на ассамблее в прошлом году в Москву. Я вот в мероприятия ходила. У компании там было 20 лет. Там Меландия для нас концерт давала. Как ты к нему попала именно в эту машину? Почему к нему? Это... Это был для команды. Директора там все сидят. Из его структуры. Я же из его структуры. А, ну вот я про это и говорю. Ну, я смотрю там даже... А почему он называется этот? Какой фамилий? Там же и Ирина есть, и Олеся есть. В смысле называется? Это просто его команда. Команда его директоров. Да. Ну, каждый директор может назвать свою команду как угодно. А, он просто назвал свою команду. Ну, у каждого еще директора опять же своя команда. Да. Я просто не понимаю. Да, да. Я что, вот тут позвали тебя, а ты еще взяла и всех еще своих позвала. И что, никто куда-нибудь сядет? Ну, вот у Олеси названа элита Faber League. У кого-то... У каждый обозвал свою и хэштеги ставят свои. Это вообще не важно. Можно ее никак не назвать. Да, я понял. Можно... Каждый директор может придумать для своей команды название везде. В роликах там и в инстаграме везде это приписывать. Это вообще не важно. Смотри, вторая суть. Вот я сейчас вот думаю, вот ты ведешь морковку. На морковке вышел ты на директора. Да? Ну. И в этой морковке кто-то становится директором. И это сразу твой весь обвал такой сильный. Ты такой... И упал. И следующий месяц ты уже вроде был директором, но эта морковка тебе уже приносит 500 рублей. 5 рублей. Почему это? Во-первых, я не учу строить морковку до конца. Максимум 15 процентов. Нет, ты мне это не говорила. Я просто тебе говорю, что если в этой морковке кто-то станет директором, все, кто под ним были подписаны, они же сразу попадают ему. В смысле попадают? Но если он также строит одну единственную морковку, он и директором, в принципе, не станет. Он станет кандидатом в директора. А директором он станет, когда выполнит этот отрыв и построит вторую морковку. Ну, или третью, или много в первом уровне. Вот я хотел сказать. Вот сейчас, по сути, вот средняя, куда вот я регистрирую людей, она, по сути, твоя получается морковка. Да, если по-правильному. Смотри. Моя морковка будет. Примерно, если я вторую линию начну строить, вот тогда уже это будет чисто как бы уже моя такая морковка. Так они все твои. Я же под тебя регистрирую, не под себя. Нет, я знаю. Я просто, я тоже всех под всех там регистрирую. Ну. Поэтому не знаю. Ну, поэтому я и говорю, чтобы не было вот этого условия отрыв и вообще знать про него не знал, нужно строить минимум две морковки. Вторая морковка или просто много людей в первом уровне, уже никакого отрыва там не надо. Нет. Он уже выполняется. Ну, если у тебя, допустим… А вторую морковку еще делать? Еще рано, да? Ну, доведешь до 15, до 9 процентов. Ну, там до 9, до 12, можешь уже вторую делать, да. Или параллельно, если много регистраций, параллельно можешь третью строить. Или две. Ну, в принципе, зачем параллельно? Если ты, как правильно говоришь, до 15 лет дошел, бросил вторую ночью, до 15 лет дошел, бросил третью ночью. Пока вторую строишь, вторая еще не успеет вырасти там. Ну, вот, допустим, если у тебя одна единственная морковка, да, 23 процента она вышла. В ней, по сути, каждый становится на 23 процентах, да? Но если в твоей ветке никто не делает 50 баллов, делают маленькие заказики, ну, или, ладно, 50 баллов пусть делают, да, и даже выходит на какие-то 3 процента. Вот из этой морковки, ну, смотри, кто там внизу, наверху, то есть внизу кто будет, они будут на 3 процентах, например, да? Ну, кто-то, если не сделал 50 баллов, как бы все же зарплаты с них тоже переходят к тебе вообще. И, как бы, ты получаешь полностью 23 процента с них. Ну, если кто-то отделился и стал прям конкретно директором, тоже ведет много морковок, но он же и работает, соответственно, вот он получит, тогда ты там уже будешь с этой ветки 5 процентов получать, а тот человек полчаса и обрывается. Перезвоню. Лимит полчаса. 1. 2. С 맞아요. Алло? Алло? В этом случае у тебя 3 срока включается. Я на него и не учу сразу. В принципе, тебя не коснется. Ты же регистрируешь сам людей. Тоже первый уровень. Пока вспомнил, что тебе это сказать хочу. Вот это Руслан, как у Сулинина. Ситумер. Ситумер. У него вообще в инстаграме написано. Открой филиал в любом городе. Ну, если из его команды открывают пункты выдачи, они же... В твоей команде тоже люди могут открывать пункты выдачи. Ты тоже можешь писать. Как он говорит, что вон откроет там, ну, в любом, там, ну, такой веселый. Прямо, видишь, как он себя чувствует, такой веселый. Как ты говоришь, что корону на голове, там, ну, на кем. Еще вон там выбирать. Ну да. Ну, нет, у него много в команде открытой пунктов выдачи. И сам он и тренингами зарабатывает. Сейчас по всем ездит тоже. Командам. Ну, все из Фаберлик приходят послушать там. У него же платные тоже. Ну, примерно билет, ну, не знаю, тысячу двести, наверное, тысячу, может, где-то так. Ну да, примерно. Вот считай, зал собрал сто человек. Ну, сколько? Сто двадцать тысяч в кармане, да? Ну, нормально вообще, это мужик. Да, так ты что, не смотрел его видосы? Ну, смотрел его видосы, видосы, но живые где-то. Так и живые. Ну, приедет в Москву, вон, сходи к нему. Не, я просто думал, может, с ним пообщаться? Ну, что, позвонить? Как можно? Общаться? Позвони. А у тебя что, нет в его мужском чате, что ли? Есть. Есть? Ну, так и позвони. Что ты? Не, ну, я не могу просто прям вам сказать, что я, ну, откуда. Ну, ты как-то, может, ну, вроде бы, что-то про меня от мужика мне вообще надо. Смотрел, такая, видишь? Ну, да, позвони, просто познакомься, да. Да. Я звонила всем наставникам. Ну, больше просто для мотивации, да, потому что, в принципе, мне понятно было, что делать. Я пользовалась видосами с Ютуба. Обучения тогда ведь не было еще никакого. Ага. Вот. Нет, мне тоже все понятно, но у меня все равно что-то, блин, я не знаю. Ну, поговори, да, с человеком, который много уже зарабатывает в этой сфере. Нет, я имею в виду, что у меня сложилась такая ситуация, что людей регистировать можно, но они ни хрена, блин, ни покупать, ни работать не будут. Вот у меня сейчас такое сложилось все. Ну, если бы ты мне так рассказал, я бы тоже ничего не поняла, ничего бы не стала делать, потому что информативности в твоем созвоне просто ноль. Я поэтому просто тебе позвонил, не хочу говорить. Я думаю, может, картинки у меня нет, может, у меня нет. Нет, регистрируешь-то хорошо. Регистрируешь-то хорошо. Просто надо... Регистрируешь-то хорошо, но созвон только скорректировать и все. Бери просто по тексту, читай, по-моему. Нет, это нужен опыт нужен, надо прям сесть нормально как-то по пунктам написать, чтобы не прыгать. Но он же есть в обучении, готовый, написанный по пунктам. Есть же написанный по пунктам уже в обучении. Ну, я тебе перекину еще раз, давай. Так, подожди, я тебе должна текст скинуть. Ну, а ты не читай лишние чаты, ты только используй три главных, и все. Подожди, я тебе вышлю текст подробностей, у тебя, похоже, другой какой-то, или старый. И, значит, созвон я тебе перешлю текст. Ну все? Нет, ну все. Запись я выключаю или что-то еще? Запись выключаю. Ладно. Ну я еще не все.